Ого-го, ой-ой-ой, вот это мы отметили юбилей пятой программы. Ну ладно, сейчас все исправим. Это шоу Воли, пятый юбилейный выпуск. Давайте начинать. Добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте всем, добрый вечер, ребята. Здравствуйте всем телезрителям. Итак, сегодня воскресенье, 14 мая. Сегодня Илья Совалев расскажет вам о самых ярких новостях этой недели. Осаму. Ярче не придумаешь. Также мы заглянем в будущее вместе с профессиональным антарологом. В гостях у нас сегодня актер Павел Деревянко и Нелета. Шикарная неделька была. Как у вас? Все отлично? Классно? Ой, слушайте, так че я молчу? Самое главное событие сегодня, 14 мая, отмечает свой первый юбилей 10 лет Роберт Воля. Сынок, с днем рождения! Я сейчас приеду и буду тебя поздравлять. Это очень классно. Вторую неделю подряд мы отмечаем день рождения моих детей. Я только хотел спросить, получается у тебя, у Софии, паспорная праздница в неделю почти? Ну, не неделю, там 9 дней получается. Хорошо. А как вы так подгадали? Илья, как мы так подгадали? У нас в августе отпуск. Значит, ты очень четкий. Меня наталкивает это только на одну мысль. В конце августа у меня активные семена. Ты, ты, я сеятель, ты знаешь? Да. Я как одуванчик, конец августа я... Поле с семенами своими. Алисан как сачок. Ловит это все. Я ставлю одобрительные пять звездочек этому диалогу. Почитаем комментарии, как обычно. Да, давай, давай. Нам пишут каждый раз. Конечно. Мы всегда хохочем. Покажите первый комментарий, давайте. Павел, спасибо, что прочли комментарий. Теперь твоё жоу смотрят все качиняны и саргсяны. Кайф. Нас смотрят две армянские семьи, а это примерно 2 миллиарда человек. Так, давайте следующий комментарий. Паша, ты влюблённо смотришь на Соболя. О-о-о-о! Хорошо, что сейчас не август, мне нечего бояться. Ближе к августу смотри, а одуван начнёт подступать. Да-да-да. Ну вообще, если честно, если Олег Тришкин имел в виду Илью, я так расплачиваюсь. Илья получает зарплату во влюблённых взглядах. Это тебе за май. Это слишком много, вот тебе сдача. Да ладно, ты нравишься, ты хорошо работаешь. На тебе ещё один. Это 13-я зарплата. Давайте дальше. Да, давайте. Тоже жду, Пашуль, песня Бузовой. Будет. Будет. Ещё как будет. У меня на будильнике стоит. Пипец как будет. У меня, кстати, с Бузовой есть один случай. Я помню, как только... Она ещё была непопулярная такая. И я вёл какое-то мероприятие, когда это была выставка благотворительная, и она туда пришла просто как гость. Её просто позвали как участницу Дома-2. Дома-2. И она стояла там, что-то ела там, набирала в пакеты еду. И кроме шуток, она была не суперзвезда. А мы были в бойной лиге. Мы вели, она такая, типа, привет. Я такой, привет. Понял, что Бузова с Дома-2. И она такая, говорит, я говорю, как дела у тебя? И она такая, знаешь, сейчас сняла квартиру однокомнатную. Хочу попробовать зацепиться в Москве. А сейчас мы зовём её в шоу. Подожди. То есть ты мог это всё остановить и ничего не сделал? Да. Одно простое. Нет, не надо, уезжай. Не зацепишься, давай. Не, Оля вообще не про то. Всё сама. Питерская отличница. Оль, мы тебе передаём привет. Приходи, мы тебя ждём. Слушайте, ну это были все комментарии, которые были на этой неделе. Там, конечно, были ещё комментарии. Не знаю, показывать вам, не показывать. Они меня касаются просто. Эти комментарии лично ранят меня. Ну-ка. Покажите, пожалуйста, покажите, покажите. Блин, Пашка, стрижка, отстой. Смени прическу. Осталось только сделать нормальную прическу и будет топ. Ой. Вот бы волю постричь немножко. Кто-то в монахе меня записал уже. Слушайте, ну вы скажите, что прям плохо, да? Милая прическа. Во-первых, это прическа унисекс. Она подходит и женщинам, и мужчинам. Да. Во-вторых, эта прическа приличная. Волосы всегда мытые, уложенные. В отличие от многих людей, которых даже я вижу в зеркале. Ребят, хотите, хотите я вам скажу по-честному, почему я отращиваю волосы? Да. Сейчас лето. Девочки, я хочу вот эту вот фотографию из воды. Когда вот так вот все летит. Ту, которую у вас у всех есть, а у меня нет. Вот как только наступит лето, я сделаю эту фотографию, я сразу подстригусь. А сейчас пришло время рассказать о самых ярких, важных и актуальных событиях. Илюш, ты знаешь, что завтра заканчивается ретроградный Меркурий. Видишь, отсюда. Ура! Так это вот поэтому у меня ноги волосатые. Кто знает из девчат, точно это из девчат, что такое ретроградный Меркурий? Есть такие? Так я знаю, Паш, это когда все плохо. Это когда все валится из рук. Когда не получается все. И ты можешь ссылаться на ретроградный Меркурий всегда. Есть точное определение. Ретроградный Меркурий – это иллюзия движения планеты Меркурий в обратном направлении. И вот каким-то образом девочки используют это как отмазку. Ну? Типа я потратила всю зарплату на ароматические свечи. Меркурий! Завтра начинается новая неделя. И завтра, в понедельник, день рождения московского метрополитена. М-м-м. Восемьдесят восемь лет. А? Шикарно. М-м. Московское метро – дед. Поэтому туда тянутся бабки. Московский метрополитен, кстати, назван в честь Владимира Ильича Ленина. Как-то нелогично получается, да? Метро под землей, а Ленин нет. Мы надеемся, что метро вылезет из-под земли. Да, вот так. Чтоб меня серпом не зарезали коммунисты. Послушай, а у тебя есть кто-то, кто работал в метро, знакомые? Из знакомых? Из знакомых. Щербаков работал в метро. Да, правильно, Алексей Щербаков. Да. Лёха, мы тебя поздравляем! С Днём Метрополитена, дорогой! Это то немногое, что мы хотели обсудить о неделе, которая прошла. Ого всём остальном в течение нашей программы. Давайте начинать! Прямо сейчас Павел Деревянко! Класс! Да вот это! Танцор Павел, здесь танцор Павел. Пока молодой. Я тоже. Такие танцы у нас. Так. Присаживайся. Благодарю. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Пашка, я очень рад тебя видеть. Взаимно. Я еду по Москве, смотрю, везде обклеено. Сансара, Сансара, Сансара. Что это такое? Это какой-то новый сериал? Да. Мы сняли в прошлом году этот сериал. Сансара называется. О чём? Это про человека, который живёт в обратном времени. Вдруг в какой-то момент начинает просыпаться во вчера. То есть у него нет завтра, у него есть только вчера. Просыпается во вчера. А на следующий день ещё другой вчера? Ещё вчерее. Институт Пушкина, неологизм, запалом деревянка, вчерее. Так, то есть каждый день всё больше и больше в прошлом оказывается? Всё больше в прошлом, да. И он пытается понять, в чём дело, пытается найти кого-то, кто ему поможет. Находит. Так. Это героиня Кристины Асмус. Шикарно. Получается, название сериала украли у Басты, а у Харламова жену в сериал, да? Как тебе снималось с Кристиной Асмус? Как бы это ни звучало сейчас. Слушайте, у нас была замечательная история. Очень смешная. Рассказать? Смотрите, любители истории. Да-да-да-да. Да, конечно, расскажи. О, ребята, это удивительная история. Не знаю, Кристина меня убьёт потом. Почему? Ну. Ну ты давай, рассказывай, мы решим, убьёт или нет. В общем, мы снимаем. Это был ноябрь. Вечер. Первый поцелуй, первая близость. Кристина говорит режиссёру, можно я плакать буду? Ну, в сцене. А он говорит, ну... Она просто посмотрела, с кем ей целоваться. Можно я буду? Он говорит, окей, плачь. Всё, дубль начали. Что-то мы говорим, я говорю, она тебе что-то отвечает. Какая-то близость. Раз, и потом опять. Первый дубль, второй. Ты первый человек, который вот так показывает поджилую. Вот так мы с ней целуемся. И я чувствую, на третьем дубле что-то у меня во рту новое появилось. Новое? Что-то новое. Какая-какая-какая-какая-то субстанция такая. Какая-то я не понимаю, что это, она не очень приятная. Это... И я думаю, господи, у меня во рту сопли Кристины Асмус. Какой счастливый день, отмечу. Говорю, Кристина, я прошу прощения, но у меня сейчас во рту твои сопли были. Она говорит, ну а что я могу сделать? Вот так вот у меня ничего не обернул. Послушай, это кино, в кино чего только не бывает. Не говори. Так, Паш, давай прервёмся на минутку. Сейчас будет реклама, ребята, а после рекламы я буду у Павла выведывать самое сокровенное. Не переключайтесь. Паш, у тебя двое детей, у тебя две дочери. Да. Какой ты отец? Нежный, заботливый. Строгий. Иногда, когда нужно быть строгим, конечно, строгий. Ну а как это? Заставляешь в комнатах убираться? Ну, конечно, обязательно. Ну, я их за это, как это, немножко чамырю, если они это не делают. Как это выглядит? Это кто у нас тут живёт в какашечках? Варвара, Варвара. Фу, как это, как не стыдно. Она говорит, папа, давай это у себя дома. А я, говорит, когда надо, уберусь. А пока оставь как есть. Шикарный звонок был перед записью. Я к Паше зашёл в гримёрку, ему позвонила дочь. Это был самый короткий, самый нежный звонок. Алё, папуля, ты приедешь на дачу? Да. Ну, давай. Всё, ничего больше. Ты приедешь на дачу? Сегодня. После передачки на дачу. А ты вот сказал, дочь твоя говорит, у себя дома будешь разбираться. Я слышал много раз, с тобой ни разу это не обсуждал. У тебя с супругой свободные отношения. Да, у нас нестандартная такая семья. То есть она семья, настоящая семья. Мы любим друг друга, обожаем, уважаем, заботимся, проводим время. Но? Но у меня есть своя квартира в Москве. И у меня есть официальная собственная жизнь. Своя. А у неё есть квартира? А у неё есть квартира? Конечно, конечно, всё у них есть. Не волнуйтесь, я всё, что нужно делать мужчине, я вообще по полной программе исполняю. Дарья Антоновна, Мясищева, где, в какую камеру пожелать? Во все камеры. Во все камеры. Обожаю тебя, люблю очень. А что такое надо сказать женщине, или как это можно обстряпать? Я не для себя стараюсь. Миллионы мужчин сейчас нас смотрят. Условно есть какой-то мужчина, у него жена, допустим, гимнастка. Он её очень любит, говорит об этом на телевидении. Мне кажется, если бы мы жили вместе, мы бы съели друг друга. Я и ты? Бытовуха бы заела нас. А так, мы никогда ни разу с ней не ссорились. Удобно всем. Да пипец как! Да. У меня так получилось, что у меня есть и семья, и в то же время я как бы и свободен. Удивительно. Верно? Удивительно. Сам Никита Михалков про тебя сказал в интервью, ты знаешь? Знаю. Да, он сказал о том, что Павел Деревянко за один съёмочный день зарабатывает 300 тысяч рублей. Это правда? Ну, не совсем. Хотя бы эта цифра где-то близка к правде или нет? Ну, больше. Больше? Больше, да. 600, спрашивают в зале? Я не скажу. Я не скажу. Красавчик! Я не скажу, но мне хватает, нормально, я зарабатываю хорошо. Ты понял? Самый лучший съём. Сколько? 300 больше. Красавчик! Сразу, моментально. У меня деньги улетают просто мгновенно. Куда ты тратишь? В Таганроге большой дом, огромный, который ещё достраивается до сих пор. А зачем тебе дом в Таганроге? Это же моя родина. Но ты же не живёшь в Таганроге. Зачем тебе там дом? Я езжу туда. У меня там вид из моего дома. Просто он фантастический. Я понял, что я настолько люблю свой город. Настолько хочу отдать ему должное. Что он меня родил, воспитал. И просто это место силы моей. Я понял, я хочу отдавать ему... Хочу, чтобы мой город снова расцветал, как во времена моего детства и отричества. Спасибо. Подождите, пока это просто слова. Да. Какие-то планы есть по расцветению Таганрога? Я хочу стать амбассадором официальным города Таганрога. Сейчас мы к этому движемся. Хочется привлекать туда инвестиции. Так. Чтобы... Чтобы город был чистый, зелёный. Хочется сделать этот город южной культурной столицей. Послушай, а я вот сижу и думаю, а почему мне так же не сделать с Пензой? Давай обратимся вместе. Перед вами два Павла. Здравствуйте. Мы обращаемся к администрации города Пензе и к администрации города Таганрога. Мы хотим официально быть лицами нашего города. Мы хотим привлекать инвестиции и жить в доме Павла в Таганроге. Ты в отличной форме, в шикарной. Кроме спорта, есть какие-то секреты? Что-то колешь ты, может быть? Делал, да, какие-то уколы микроботокса, чтобы лоб на задницу в ней был похож. Сейчас современный мир. Хочется продлить свою молодость. Это, мне кажется, вообще нормально ходить, делать разные процедуры. Давай зафиксируем. Для своего лица. Ты прям признался, молодец, ты колешь ботокс, да? Все потому что скрываются, все такие, типа, да я ничего. Ну чуть-чуть, микроботокс. Куда? Куда? В лоб. Покажи, хочешь на себе, хочешь на мне. Ну смотри, смотри. Ну вот видишь, да нет, слушайте, зачем мы это делаем? Почему нет? Вот смотрите, у меня видно, что вот здесь вот такое все сморчилось, съежилось. Ну вот у меня тоже сморчилось. Нет. У тебя тоже ботокс. Нет, как он? Да! Да нет, какой ботокс? Да, 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 да. Раскололся. Раскололи по глуху. Э, послушай. Я не делаю ботокс, здесь сидел Киркоров, я заразился воздушно-капельным путем. Я понял. Да тебя. Паш, послушай, у тебя наверняка куча историй есть из жизни, у меня тоже. Я предлагаю сыграть в игру абсолютно рандомную. Называется «Случайное интервью». У меня есть два кубика, принесите их, пожалуйста. Принесите два кубика. Давайте поиграем. Давай, давай, давай. Зарики нормальные. Опа. Опа. У меня есть два кубика, смотри. Одинаковых? Вот здесь написаны, здесь написаны существительные, здесь написаны прилагательные. Кидаем один кубик ты, один кубик я. Что выпадет, такую историю и вспоминаем. Так, подожди. Наверняка какая-то вспомнится. Ну, что там может вспомниться. Кидаем сюда. Давай. Оп. Ой. О, потек. Ребята, это телевидение, ТНТ, федеральный канал, у нас все серьезно. Это красные кубики, которые... Давай, перед собой кидать. Поехали. Ну, давайте, лучше. У меня все лучшее получается. Не, у меня... Так, у тебя... Страшный. Страшный, а у меня... Фильм. Какой самый страшный фильм, в котором ты снимался? Самый страшный, самый жуткий, что ли? Ну, может быть, страшный по съемкам или отвратительный. Как... Вот есть какой-то фильм с Павлом Деревянко, который не надо смотреть? Ну, кстати, таких достаточно много. Ну, вот на твой взгляд, который прям фу, не надо, пожалуйста. Как-то в... во времена моего расцвета, я думал, надо расширять рамки свои. Ну, я имею в виду, надо... Назовем это так. Да. Так что за фильм? И Саша Шейн предложил такой... Короткометражка была такая, называлась она «Смеситель». Я играл в паре с Гошей Куценко. Я играл какого-то беременного юношу. Ну, в общем, это было... Я думал, что мы хотя бы сантехники вот эти, которые... Сантехники, да. Так, послушай, Пашка, у тебя огромное количество разноплановых ролей. Я тебе прямо сейчас предлагаю просто подурачиться, примерить на себя новые образы. Давайте попробуем. Пойдем, перейдем вот туда. Пойдемте, друзья. Пойдемте. Пашка, присаживайся. Так, поехали. Погнали. Погнали. Мне кажется, меня вот так вот видят мои дети. София, уберись в комнате. Так, Роберт, ну-ка быстро учить уроки. Все. Лей-сан, я люблю тебя. О, ты Кощей. О, ты Кощей. Моя смерть в правом яйце. Пашка, а можешь снять очки? Давай. Итак, поехали. Рева. Ты Рева. Ты Рева. Я Рева? Да. Тогда я самый красивый человек на этом свет. Так, давай дальше. Давайте. Так, это... О! Да что это такое? Хорошенький. Да я бы с таким ртом бы не работал никогда. Так, Пашка, давай ты. А что вы... А что вы здесь делаете? Ты Олег Монгол. Это кто такой? Я директор Хазбика. Так, Пашка, ну-ка, а ты? Что это за брылья у меня? Если бы ты ботокс не колол, ты бы так выглядел. Мне кажется, сейчас вот так вот по улице ходит то, что отрезали от Киркорова. Просто, представляешь, вот так вот ты дверной глазок смотришь, а там... Так, давай дальше. Так, кто еще у нас есть? А еще? Это ты делаешь сам. Я ничего не делаю вообще. Как мне? Посмотри. Он меня обижает здесь. Он меня сам обижает. Мне сказали, это будет веселое шоу, но это не так. Как оно будет веселое, если у меня актер из фильма «Смеситель». Всего хорошего. Мы заканчиваем. До свидания. Пока! Пачка, это было великолепно. Спасибо тебе огромное. Спасибо, брат. Распишись на статуе. Будь добрый. С удовольствием. С удовольствием. Кайф! Павел Деревянко! Спасибо огромное. Парик одиннадцатый. Спасибо, что на вас. А мы продолжаем. Важнейшие события этой недели. Прямо сейчас. Илья Соболев. Собости. Собости. Знаете, как я говорю, если случится что-то действительно важное, вы увидите это в окно. А я расскажу обо всем остальном. Поехали. Новости. Итак, у нас очередная отмена знаменитости. ВОЗ официально отменил пандемию ковида. Ура, 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 товарищи. Ура, теперь вы просто сопливите. Нету никакого ковида. Я уже не слышал про ковид уже долгое время. Мне кажется, что у нас последний год меры предосторожности соблюдали только участники шоу «Маска». При этом обратили внимание, когда я смотрю на это шоу, мне кажется, что маску там носят не только участники, но и члены жюри. Но у них маска лицемерия. Когда они смотрят на участников и такие, да вы что серьезно, что в мамонтенке был Билан? А то, что у мамонтенка из хобота торчит 100-долларовая купюра, ее не смутило, что там реально Билан? Не обманывайте нас, члены шоу «Маска». Удивляйтесь по-настоящему. Следующая новость. Новость для любителей дискомфорта. Авиакомпания «Победа» начнет продавать пассажирам еду у выхода на посадку. Ура! Наконец-то, наконец-то еще будет у них возможность заработать бабла. Молодцы! Вообще, мне кажется, что официальный девиз авиакомпании «Победа» звучит так. «Платите даже после того, как вы заплатили». Ну или «Не нравится? Иди пешком». Слышишь? «Не влазит чемодан? Ну и что? Сожри его и проходи». «Бабки давай!» «За 500 можешь покурить в окно. Это не проблема». За 900 рублей знаешь, что можешь сделать? Знаешь что? Можешь посмотреть из иллюминатора, как летит самолет аэрофлота. И позавидовать этим красавчикам. Ладно, дальше. Возможно, перегар скоро занесут в «Красную книгу». Да. В России могут запретить продавать крепкий алкоголь с 20.00 до 11.00 утра. Да-да-да-да! Вообще, это точно закон? Или просто мы переводим алкашей на летнее время? Мне кажется, что это слишком жесткий закон, и наше правительство уже перешло черту. Красную и белую. Новость, которая воскнулась между лопаток. Казахстан закрыл границы параллельного импорта с Россией. Кумыс в спину от братишек. Не ожидали. Параллельный импорт не сработал. Ну что, попробуем перпендикулярные. Я в камеру обращусь. Вообще, теперь джинсы, которые ты будешь носить, увидят больше стран, чем ты. Поняли про что? Джинсы, которые ты купишь. Очнитесь. Джинсы. Джинсы, которые ты покупаешь. Получается, ты из стран можешь видеть только Сочи, да? А они увидят Казахстан, Армению, там всякий Иран, там Пакистан, Маврикий. Понимаете, ты раз у тебя на жопе красивые, чуть потертые от перелетов, но все же новый джинс. Вообще, наши партнеры-казахи отменили параллельный импорт. Но благо, у нас есть наши братья-киргизы. Наши земляки-иранцы. Наши родичи-узбеки. И наши кровинушки-таджики. Вообще, почему так делает Казахстан? Вероятно, они боятся санкций, и это понятно. Казахстан, не нужно бояться санкций. Санкции можно легко обойти. Для этого, внимание, записывайте. Найдите у себя на границе Казахстан. И возите все через них. И все будет как у нас. Во! Внимание, сейчас новость очень-очень торжественная. Если бы Хатико был человеком, то он выглядел бы вот так. Карл Третий в 74 года официально коронован монархом. Вообще, когда король приходит на трон в 74 года, есть смысл торжественной декорации вот эти не разбирать. Потому что, скорее всего, они скоро пригодятся. Вообще, посмотрите, как человек радуется внимательно тому, что он стал королем. Посмотрите на это лицо. Твое лицо, когда донашиваешь вещи за матерью. Вот так вот будет выглядеть человек, который только что помыл машину, но пошел дождь. Увидел, сколько жена добавила себе в корзину на Вайлдберрис. Дальше. Так. Сейчас, возможно, москвичам не понравится эта новость, но мне все равно. Я из Санкт-Петербурга. В прошлое воскресенье «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу. Давайте посмотрим, как это было. У нас есть небольшой фрагмент. Команда из Санкт-Петербурга завоевывает чемпионство «Зенит» чемпион! Красавчики. Поздравляем «Зенит». Молодцы, огромные, молодцы, суперские. Молодцы, я не знаю, как это по-бразильски, чтобы они все поняли. Давайте, кстати, посмотрим на игроков «Зенита». Внимание. Многие, кстати, скептики, говорят, что победу принесли им иностранцы. Но это неправда. Там есть и русские ребята, россияне. Вот они. Малком и Клаудиньо. В «Зените» поняли, что проще сделать футболистов россиянами, чем россиян футболистами. Несмотря на такой блистательный состав, блестел единственный из всех вот этих «Белоснежка» по имени Иван Сергеев. Это, кстати, победный гол забил. Лучик света, можно сказать, в темной раздевалке «Зенита». Вообще приятно, что растет новое поколение футболистов, которые забивают голы, а не людей в кофемании стульями. Это были все новости. Все остальные новости мы будем обсуждать с мамой на кухне. Пока. Спасибо, Илья. Это были совести, а мы продолжаем дальше. Оставайтесь с нами. Сейчас у нас будет следующий гость, но прежде чем я представлю его, Илюш, ты готов к следующему гостю? Я готов. Мне интересно. Здесь просто какое-то все звездное, какие-то свечи. К нам идет кто-то из оккультизма или кто? Нет, сегодня у нас специальный гость. Дело в том, что, я думаю, всех нас беспокоит вопрос, что же будет в будущем. Дамы и господа, у нас в гостях официальный таролог канала ТВ-3 Ольга Пуаро. Оля, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо большое. Оль, привет. 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 Ты меня видишь? Привет, Илья. Оль, для людей, которые не знают, расскажите нам, пожалуйста, таролог – это кто вообще? Ну, вообще, таролог – это я, во-первых. А, ну все, вопроса больше нет. Да, ну правда, чем занимается таролог? Таролог обладает уникальным инструментом, который называется «Карты Таро». И с помощью карт Таро мы можем посмотреть будущее. Хорошо. Есть какой-то принцип у Таро? Мы можем задавать вопросы, а карты будут на них прямо ответить. Да, да, конечно. Мы делаем расклад на определенную тему. Ну, это хорошо. И в итоге получаем ответ. Можно ли сделать расклад на всю страну? Можно, конечно. Давайте попробуем. Пойдемте это сделаем? Конечно. Пойдемте, Ольга, пойдемте. Итак, Москва, 2023 год. Мы гадаем на картах. Мы должны серьезно отнестись к этому делу. Хорошо. Хорошо. Петуха будем резать? Просто я уже взял. Итак, первый вопрос, который интересует нас всех. Вернутся ли бренды в Россию? О! Да, да, да. Да? Сразу расшифровываете, что там? Нет. Не вернутся? Икея не вернется. И если что-то и будет, то полное разочарование со стороны покупателей. А у белорусских торологов другой прогноз. Они говорят, ну и хорошо! Самое шумное сейчас. Налоговая составила список блогеров-миллионников, которых собирается проверять. Блогер-инстасамка. Что ее ждет в ходе налоговых проверок? Ну, давайте посмотрим. Я даже не предполагал, что я когда-то буду гадать на инстасамку. Ну, что-то какие-то карты красивые. Стасамке будут проблемы в ближайшее время. Сложности, трудности. С чем? Со своим делом. Тем, чем она занимается. А чем она занимается? Ну, есть здесь? Может, она не тем занимается? Но она находится под чьим-то покровительством. Мужчины какого-то. Она находится? Да, то есть у нее есть какой-то авторитетный человек, который решает все ее... Пластический хирург. Извините, можно вопрос? Да, пожалуйста. То есть мы сейчас видим, что у нее будут проблемы? Будут проблемы с налогами, да, с налоговой службой. Единственное... Не надо трогать. Я не буду трогать. Нельзя трогать. Я нельзя трогать, понятно. Да. Нет, нет. А с чего? А будут какие-то проблемы, что ли, с этим не так? Так, хорошо. Есть еще у нас вопросики? Более сложный случай. Ух, давайте. Бузова найдет себе жениха? Наконец-то. Сейчас мы узнаем имя этого бедолаги. Бузова найдет себе жениха. Что? Но. Но. Давайте. Но. На стадии жених и невеста все и закончится. А можно имя? Давайте на букву покидаем. На букву Б. Башня. На букву Б. Батурдинов не сработал, значит, это ищем в имени. Кто еще? На Б. Богдан. Богдан Титамир. Богдан Титамир. Богдан Титамир. Богдан Титамир. Вот они и снюхаются, понимаешь? Это бывало. В прямом смысле. Послушайте. Вопрос международный. Международный вопрос. Байдена переизберут на второй срок? Ну, может, не надо. Подождите. У нас вон есть американские демократы сидят здесь. Нет. К сожалению или к счастью, нынешнего президента Соединенных Штатов Америки не переизберут. Но высокая вероятность того, что на его место придет женщина. А национальность? Не могу сказать. Черная шляпа. Черная блузка. Черная шляпа у него есть. Послушайте. Обама вернется? Нет. Вернется только шляпа Обамы. Слушайте. Хорошо. Можно опрос? Личный. Смотря какой. Вот в этом шоу мы с Пашей ведем. Я не так часто здесь выхожу. В основном он здесь работает. Сколько он зарабатывает? Достаньте, раскидайте картишки. Только вот не эти про гробы, а вот что-нибудь такое вот более радостное. А Павел разрешает? Ой, хватит Павел разрешает. Не, 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 я без разрешения не могу. Не имею права. Хотим бы увидеть? Нет. Давайте. Ладно, разложите. Давайте. Стойка Павел. Потом я про Илью задам вопрос. Давайте любые вопросы. Я вообще даже по кайфу. Какое в постели потом пусть спросит. Только каждую. Я хочу карту, чтобы каждую говорили. К сожалению, карты молчат. Это ж... Дайте я. Камон. Внимание. Подождите, там же... Да ничего она не хочет говорить. Да нет, там написано The Fool, дурак. Нет. The Fool, полный. У тебя денег некуда девать. Ты полный. Карманы The Fool. Это раз, вторую карту. Давайте. Надо три. Так, деньги есть. Четверка. Четверка, что это значит? Может быть, четыре миллиона? Он зарабатывает, а может, четыре тысячи? Ну-ка. Может быть, у нас одинаковые зарплаты здесь? Хорошо. Теперь мой вопрос. Вопрос про меня. Давайте. Только спросите перед этим у меня. Можно ли? Можно ли? Можно. Давайте. Какой Илья в постели? Пожалуйста, дайте им информацию. Мы все хотим знать. Кстати, это можете даже без карт сказать. Очень пикантный вопрос. Только без вранья. Слышите? Илюш, пока какое-то кладбище. Нет, подожди. Ни одного черепа. Подождите. Какой я в постели, смотрите. Вы горячий. Подожди. Я горячий. Я горячий. Но бесполезен. Вы любите все доводить до конца. Ха-ха-ха. Это мне нравится. Карта победы и триумфа. Хорошо. Это по Илье. А что там по жене? Подождите, ладно. А теперь Паша какой в постели? С этим мы разобрались. С этим рыцарем мы разобрались. Расскажите. Ну, давайте. Интересные вопросы пошли. Павел, вы выходите пажом в постели. Что-что? Ты паш в постели. Паш. 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 Ну типа такой... Паш? Да. Лисан, извини, я не хотел. Это знаешь как... Лисан, это было смешно? Тебе понравилось, Лисан, скажи честно. Так, хорошо, Паш. Что еще? Вообще, вы любите, скорее всего, тактильность, эмоции. У вас выходит шестой стаж аркан влюбленный. Я влюблен. Для вас заниматься любовью это настоящая любовь. Итак, третья карта. Третья карта. Что это за калитка? Это... И почему она приоткрыта? А это к вам. Паш, у тебя открытая калитка, я тебя поздравляю. Ладно, скажите мне хотя бы одно. Надеюсь, это не задний двор? Все, карту встали. Все. Послушайте, ну на этой ноте, я думаю, вы хотели бы еще раз Ольгу увидеть в наших программах? Классно. Тогда встретимся в ближайших выпусках. Спасибо большое. Это Ольга Пуаро. У нас в гостях человек-машина, любимка всей страны, Даня Нелета. Даня, привет, дорогой. Кайф. Присаживайся. Прыгай. Тебя очень все ждали. Особенно вон девушки сбоку. Аккуратно не затопите нам зал. Домашняя форма. Дань, как у тебя дела? Все хорошо? Все. Слушай, все супер. Ты выглядишь счастливым человеком вообще. Это есть определенные причины. Да? Я отдыхаю. Внимание, какие причины? Я отдыхаю. Вот и все. Зачем ты мне сказал, когда я работаю здесь? Ты всегда работаешь. Да. Слушай, я теперь работаю каждое воскресенье. Я рад, что ты пришел ко мне. Кроме отдыха, может быть, какие-то новые вехи в твоей жизни? Может быть, какие-то новые музыки? Может быть, какая-то новая девушка? Может быть, какая-то старая новая стала? Какие-то инсайды где-то же были? Я чем занят? Я занимаюсь ремонтом дома. Я делаю ремонт на втором этаже своими руками. Это вообще? Ты собственными руками делаешь ремонт? Я в зале был всю жизнь. Можно хоть раз что-то это. Да, да. И поэтому я решил, я пока не доделаю ремонт. Смотри, это, который ремонт делает. Ты же молодец. Квартина. Вачу квартиры вопроса. Я решил, что пока не доделаю ремонт, я не побреюсь. Я не начну заниматься и не начну писать музыку. Судя по всему, ты только начал ремонт. Можно сказать и так. У меня так же растет. Я могу ремонт делать 40 лет, все равно будет что-то тоже такое. Вот так вот. Послушай, долгий ремонт, большой ремонт. Делаю себе логово черепашек-ниндзя. Такая игровая, типа тусовочная локация. Баскетбольное кольцо у меня там. Неплохо ты живешь. Баскетбольное кольцо дома. Слушай, я каждый раз тебя вижу, и на твоем теле становится все больше и больше татуировок. Последний раз мы виделись, у тебя вот не было вот этой вот татуировки на лбу. Много чего появилось, да. Что она означает? Это типа стричь досюда? Что это такое? Это тоже. Вот. Просто так, чтобы парикмахера не мазали. Прикинь, ходишь к парикмахеру там год, к одному и тому же, и все не можем найти идеальный формат твоей прически. Но я тебе скажу, что тебя подстригли неровно. Это просто давно не стригся. Тем не менее, да. Ремонт. Ну правда, это же большое... Но для меня мужество сделать татуировку на лице. Да, это не связано никак с мужеством. Это просто насколько ты крэйзи, ну как бы... И именно про то есть. У меня еще теплится надежда, что я буду работать в Газпромбанке менеджером. Послушай, а вот... Мама не ругается. А вот там, с той стороны, это... Это... Типа, ты обозначил, каким ухом слышишь? Это ковер. Как говорили. Это советский ковер, понимаешь, Паш? А они что-то означают у тебя татуировки? Не, ну конечно. Можно какой-то гид? Гид по нелету. Ну давай по порядку. Вот это. Вот это вот. Паш, это все. Отчасти, местами это смысловые, соответственно, вещи какие-то. Но я не могу без смысла просто так делать. Ну ты расскажи. Местами визуально. Расскажи. Если честно, у меня вообще татуировок на самом деле не делал ни одну. Я с другой планеты. Это все космические символы, которые со временем на мне появляются. Не знаю, я их пытаюсь стирать, смывать. Они появляются и появляются. Психиатр, оказайтесь, пожалуйста. Ну правда, у них есть какое-то значение? Или это по настроению как-то делаешь? Конечно, конечно. Есть простые, есть мотивирующие меня самого значения. О, интересно. Есть важные, там, жизненные. Какие мотивационные из них? Мотивационные? На примере одной. Их здесь не увидеть сейчас. А, такие типа... Мотивационные татуировки, обозначающие рост. Понимаешь? Типа... Вот. Типа, давай, малыш, стремись. Только видишь, что-то... Не, на самом деле, ну есть какие-то смысловые и важные. Просто надо поискать их. Я уже забываю, понимаешь? Вот, кстати, самая первая татуировка у меня была на висках вот здесь. Ист и вест. А, ист и вест. Да, это куда бы ни смотрелось, я смотрю на север. Ты мне скажи, у тебя есть татуировки? У меня есть татуировки. Но у меня это надо раздеваться показывать. Как вы думаете, где? Кто-то знает? Я не знаю, честно. Я даже не знал, что у тебя есть татуировка. Я не знал, что у Паши есть татуировки. Послушайте, вы что думаете, я типа такой буду тут ломаться и не буду раздеваться? Нет вопросов, смотрите. Так, у меня есть несколько татуировок. Какую вам показать первую? Какую нижнюю? Парень, парень. Парень кричит нижнюю. У меня есть передняя и задняя. Он заднюю кричит. Тише, стойте. Давайте начну с этой. Как-то оттянуть или приподнять. Здесь у меня дети. Это их самые первые фотографии. Это первый день их жизни. Заднюю показывай. Ладно. А, что-то еще есть? Да. Сзади у меня вот такая татуировка. Так, все там, свобода. Так, свобода написано? Да, написано свобода. Дважды свобода. Нет, один раз свобода. Друзья, да. Мечта, подожди. Мечта, да, есть. Вот это я не понимаю. Подожди. А, солнце. Солнце, да. И, а вот здесь непонятно, аббревиатура какая-то, нет? А, М. А, нет. Это в букву Ф вписано слово «фэмили», семья. И здесь в центре. И здесь в центре. Нет, я могу объяснить. Голова состоит из слова «бог», на лице слово «любовь». Короче, я придумал это в школе, и как только появилась возможность, сразу сделал. Это ощущение мира для меня. Если в твоей голове есть бог, на твоем лице обязательно есть любовь. И одну руку ты протягиваешь солнцу, а другую руку навстречу своим друзьям. Сердце в твоей груди бьется вместе с сердцем твоей семьи, и ты идешь навстречу свободе и мечте. Идеально. Идеально. Вот что. А первый раз ты их показываешь? Я первый раз. Я никогда нигде не показывал ребят. Вы понимаете сегодня? Эксклюзивчик. Ты говоришь, я не хожу в спортзал, но ты, тем не менее, в шикарной форме. Я смотрю твои видео. Все же видели видео Дани, где он просто отжимается на руках, стоя ногами вверх. Все вещи, которые ты проделываешь, это просто что-то невероятное. Можешь пресс просто показать? Что он сейчас? Не, ну пресс есть. Я не для себя интересуюсь. Сейчас, подожди. Так. Вот так плейсмент надо, чтобы не было. Давайте. Пресс есть. Нормально. Слушай, ну ты же еще, ты же еще, кроме всего прочего, силач. Вообще, я видел, что ты борешься на руках. Сколько ты жмешь от груди? Я сейчас не знаю даже. 130 жал один раз. 130 жал один раз? Сейчас, может, 115-120 пожмут. Но это максимум. Я вешу 60, на сколько пожмете меня? Давай пробовать. Сейчас было разливать. Ну реально, я вешу 60 килограмм. Ты на бицепс сможешь сделать 60 килограмм? Я сейчас, наверное, смогу. Да. Давай, поехали. Понимаешь, человеку это не так удобно, как гриф. Понимаешь? Я тебе помогу. Раз, два, три. Так. Раз. Два. Вот так, вот так. Запоминаем движение. Делаем кадр сбоку. Три. А ты можешь меня бросить обратно в кресло? Раз, два, три. Нет, подожди, подожди. Давай я что-нибудь лютое брю. Давай я тебя туда брошу, в камеру. Нет! Ладно, брошь. Ё-моё. Нет, нет, на самом деле это очень мощно. Да ты меня так же поднимешь. Нет, подожди, ты сколько весишь? 75. Нет. Давай пообщаемся. Нет, невозможно. Нет, 75 я ничего не знаю. Горой под него никогда, я тебя уроню. Если кто-то не знает, до того, как стать звездой, Даня вообще из Екатеринбурга. Дворовый пацан. Нас воспитал двор. Я такой же, как и Даня. И мы все его сейчас знаем, вот такой красавчик в татуировках. Но покажите, каким был Даня до того, как мы его узнали. О. Посмотрим. Э, откуда у вас эта фотография? Э, слава лейку, вы чё? Какой это класс? Не знаю, либо девятый, либо одиннадцатый. Какой-то выпускной? Какой-то чё? Ну, девятый. Послушай, это любопытная фотография. Я её откопал через общих знакомых, и к ней есть подпись. Это ты выпускался из девятого класса. Девятый. Покажите, пожалуйста, какая подпись к этой фотографии. Ха-ха! Да. Я, к сожалению, не так давно это писал. Уважаемая, родная, любимая Лариса Валерьевна. Я всегда считал и буду считать вас самой привлекательной и загадочной женщиной во всём своём маленьком мире. Девятый класс, броу. Учительница. В 2007-й год, получается. Что за учительница Ларисы Валерьевны, в которую ты так влюблён был? Она обладала очень сильными женскими качествами. И я даже, получается, в сколько? В 16 лет это понимал. Трогательная эта вот душа юного пацанёнка. Ну, то есть, ну... Послушай, но для души юного пацанёнка у нас есть для тебя сюрприз. Пожалуйста, включите видео от Ларисы Валерьевны. Данил, привет. Удивлён? Я узнала, что ты участвуешь в совершенно новом проекте. И я уверена, что слова поддержки из Екатеринбурга, из родной школы, тебе будут очень приятны. Мы очень гордимся тобой. Наши ребята мечтают, чтобы ты ещё раз приехал к нам и поиграл с мальчишками в футбол в нашем школьном дворе. Удачи тебе! Спасибо, спасибо. Заметь, тебя ждут, чтобы поиграть с тобой в футбол. Ни слова про песни. Спасибо вам за это видео. Да нет вопроса. Спасибо твоей учительности. И самое главное, спасибо, да, Лариса Валерьевна, за эти тёплые слова. Безумно приятно. Супер. Ларис Валерьевна, спасибо вам огромное за это видео и за эти тёплые слова. В гости приедут, в гости приедут. Вы самая таинственная женщина. Даня, дорогой, спасибо тебе огромное. Осталось только расписаться на статуи и всё. Пойдём. Отметимся. Любой маркер на любое место. Так. У меня будет татуха от Нелета. Вау. Есть целое произведение искусства. Но мы не отпускаем Даню, потому что прямо сейчас на нашей сцене специальный трек от Нелета, поверьте мне, в невероятной постановке. Погнали, смотрим. 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 В следующее воскресенье ровно в 9 вечера. Любовь. Пока!